Мы готовы Я вам в предыдущем видео рассказывал о том, что я разбил свой грузовик Hasco И вот она моя новая машина Кто-то скажет, что да, это кабина Там Форсаж смотрели, там точно так же машина появлялась новая, рождалась Супра, которая всем нравится Вот это вот будет новый Интер Это будет чуть-чуть другой модельный год кабина И мне она больше намного нравится, она интереснее сделана А сейчас я вам расскажу о том, как все это случилось И как вот это вот все я приобретал в итоге И как я к этому пришел на самом деле Потому что на это было потрачено целые недели, можно сказать Ссылка на предыдущую серию И почему, как все это вот получилось Вот эта вот новая кабина Почему я ее купил Вы можете увидеть в описании внизу Ну что, ребята Вот она моя новая машина Она будет черного цвета И будет совершенно по-другому выглядеть Потому что тут лобовое стекло другое Ну, обо всем по порядку Когда случилась авария Было очень много у меня мыслей о том, что делать с этой машиной Много было мыслей на самом деле Я даже осознал то, что у меня разбита машина Осознавал только тогда, когда я вставал из рабочего сидения И делал шаг назад Где, по сути, все разбито, все разломано Эта мысль меня очень сильно терзала И все равно, тем не менее, я бросать эту машину и продавать ее за копейки не собирался Потому что, как я уже ранее говорил в предыдущем видео Я ее полностью откапиталил Мне выгоднее собрать намного выгоднее собрать какую-то еще машину В итоге, сначала я стал искать такой же модельный год Аналогичные кабины искал в разных городах Первое, что мне попалось на глаза, это Гудвилл, что я просмотрел Там была вот эта кабина, кстати, которая мне очень сильно понравилась Но были еще другие варианты Поставить такую же кабину, как у меня есть Можно было поставить такую кабину, как у меня есть Но выше кабина, чтобы была Такую же кабину, как у меня есть, среднюю Но, опять же, с выхлопными трубами над дверями или без них Я поездил, посмотрел Мы ездили в Губкин, ездили в другие города Там кабины меня не устроили Чем то, что у них местами было нарушено лакокрасочное покрытие И те кабины требовали перекраски Перекрашивать машину, кабину полностью я уже не хотел Я через это проходил, это все очень дорого и сложно на самом деле Как бы там ни казалось, что да, отдал деньги, все, нифига подобного Там еще мелочи столько вытягивают, это просто жуть какая-то Кроме того, что саму покрасить кабину 1150 вместе с капотом Ну, блин, очень дорого, дорого получается Много времени машина стоит в сервисе И если делать все как положено Кто-то скажет, да что там ее красить, ее можно за неделю покрасить Можно, но будет не то, что вы хотите Будет колхоз будет Можно, конечно, быстро покрасить где-то, но возьмут опять же больше денег Я все стараюсь сделать как для себя, чтобы было все красиво, идеально Ну, я так привык просто И пришел к тому выводу, что не стоит собирать вот этот вот хлам, который стоит везде Там у всех, все эти кабины, они все работали по России Внутри они, не могу сказать, что они прямо загаженные Но требовали все равно там уборки и ухода Эта кабина тоже этого требует Но, по крайней мере, эта кабина, она не работала по России Эта кабина сраспила И она из компании Goodwill Я когда разбил машину, изначально я стал обзванивать И был вариант, мне все это там оставалось до Питера Сколько там, километров 200, наверное И поехать в Питер и сразу все это поменять Но, к сожалению, эта мысль у меня отпала очень быстро По одной простой причине Если съездить тягачом, я взял просто калькулятор, посчитал Если съездить тягачом за кабиной, ну или вот газелю, как я это сделал То у меня выходил где-то расход 27 тысяч съездить за кабиной туда-назад А если менять Goodwill, то замена кабины стоит 60 тысяч Такую сумму мне озвучили А плюс переделки, они сказали, по-любому потребуется Это еще 40 тысяч Итого 100 тысяч получается Я решил, что отгоню я свою машину домой И буду сам все это делать Позвонил в Goodwill, спросил стоимость кабины Эта кабина стоила чуть больше 170 тысяч Задал им вопрос, что уходит Точнее, как в разговоре мы пришли к такому моменту Что кабина, кабина эта была изначально с углопными трубами Вот здесь вот есть небольшие отверстия Там есть, здесь вот крепление было снизу Но они не входят в комплект к этой кабине То есть сюда, по сути, входит только то, что вы видите сейчас готовы были отдать И стоило все это 170 тысяч После разговора со старшим менеджером Иваном Кстати, привет тебе, огромное спасибо за поддержку, за помощь Да всему коллективу спасибо За то, как вы бережно относились к этой кабине Как вы ее снимали Я вам, кстати, будут еще фотографии Которые Антон, я думаю, включит в это видео Там я этот процесс отчасти заснял На сотовый телефон На видео заснял Как она доставалась В итоге что? Поговорив со Сашим менеджером Мне сделали очень хорошую скидку И я их, эту кабину приобрел Здесь они, кабина отчасти разукомплектована То есть тут не хватает пепельницы Фильтры зачем-то, я не знаю Зачем? Кто украл фильтр, ребят? Вот это реально загадка Украли блушные, воздушные фильтры печки Нафиг он кому-то нужен? В общем, мне уступили очень хорошо на этой кабине Я ее забрал значительно дешевле Кроме этого, мне еще уступили на многих других позициях То есть я там Те же выхлопные трубы мне очень хорошо уступили Баки, еще вы посмотрите Я забрал два бака Они вообще, можно сказать, практически новые по состоянию То есть их полирнуть И они будут реально новые У них нету ни гнилья, ничего Вот это новые баки И они мне вошлись на самом деле очень дешево Относительно того, что они стоят Потому что меньше 15 тысяч за внутрь бак Который имел бы здесь вот где-нибудь ржачину еще Я не находил, к сожалению Это практически новые баки Я когда ехал, их вот так вот подвязал Я очень сильно боялся, что у меня выходят в роду Потому что им цена не меньше 30 тысяч за штуку На мой взгляд Может, я, конечно, ошибаюсь И приходилось ночевать на стоянках Ставить машину таким образом Чтобы всегда баки были на виду Почему эта кабина? Она мне больше нравится У нее передние лобовые стекла Они сделаны половинками Это смотрится красивее Во-первых Во-вторых, самое важное, что они стоят в резинках То есть их снять, поставить Как бы любой серий сможет Более-менее с навыком И самое главное, что По моей предыдущей машине, по Хаске У меня была очень большая проблема Приходилось менять каждые два года В наших условиях эксплуатации Каждые два года приходилось менять лобовые стекла И всегда мне, к сожалению Обдирали кабину То есть в этой части Здесь вот ее царапали и обдирали Краска нарушалась Подкрашивать никто это не подкрашивал В лучшем случае клеем подмажут и все Потому я решил, что кабина моя следующая Будет с лобовыми стеклами на резиночке И, слава богу, у Интера такой есть, кстати И также мне еще очень нравятся здесь двери Здесь вот подчеловечески сделаны дужки-зеркала Они складываются в любой момент Вы можете сложить-разложить Вот барашка крутить И сложить-разложить И что на той кабине, на старой, на предыдущей Мне не удавалось, к сожалению, сделать Потому что здесь механизм закисает очень крепко В верхней части, если, допустим, он еще двигается То в нижней части он закисает И если вы начинаете дергать туда-сюда Он очень часто даже начинает разрушаться То есть это жуткое, на самом деле, зрелище для владельца Это очень тяжело наблюдать Как твоя машина умирает Я уже собирался покупать новое зеркало Но в итоге купил другую кабину Ну что, ребят, давайте теперь перейдем к самому интересному То есть заглянем в кабину Что я купил для своей деньги Я хотел бы рассказать вам о криптосервисе Это сервис, который позволяет вам зарабатывать на криптовалюте Не вкладывая свои средства ни в биткоин Ни в какие другие криптовалюты Вы просто доверяете свои средства компании через интернет Это очень удобно Вкладываете их на 5, 15, 25, либо 30 дней И получаете свою прибыль Не нужно не заморачиваться, ничего делать Не считать, не высчитывать Просто ввели туда сумму определенную, к примеру, 1000 рублей И увидели сразу свою доходность За период, который вы выбрали Лично я выводил средства через Яндекс.Деньги Все удобно, все достаточно быстро В течение суток происходит Даже быстрее, хотя говорится, что в течение суток Все ссылки в описании Итак, мы имеем обшивки Они, блин, очень классно смотрятся И, правда, имеют некоторые затертости Да, кстати, запах Еще оттуда такой затух и идет Потому что кабина стояла очень долго И не открывалась, не проветривалась Там жара, холод Это американский запах Вот я такой запах только встречал Много лет назад, когда забирал машину Без пробега по России Там Фреды, Вольвы Когда я вот работал И хозяева меняли машину Я этот запах тоже встречал Здесь он тоже есть Это вот специальная комплектация такая Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот, собственно говоря Сама кабина Она имеет потрепанный немного вид Как мы видим Здесь вот часть на обшивок отошла Ну, кстати, это все можно сделать Здесь вот тоже Саморезов не хватает Кто-то выкрутил зачем-то Непонятно зачем Это моя новая приборная панель Потому что Ту, к сожалению, зачем-то сломали Ну что, давайте перейдем к этой части Непосредственно о ней поговорим То есть она имеет отличия Здесь нет второй полки Которую я позже думаю, что буду ставить Но есть очень много удобных полочек Кроме этого Есть обалденный гардероб Который я нигде не встречал Который закрывается шторкой Шторки, кстати, тоже здесь все есть Вот они в кабине Они пришли с Америки Все это А в остальном все то же самое Все то Ну, то же самое Интер Можно сказать В задней части Даже вы, если посмотрите То же самое пульт Который у меня стоял В предыдущей машине То есть это модельный год Получается уже до 2000 А у меня кабина стояла После 2000 И больших различий тут нет Они очень-очень незначительные Ну, вот кармашек Тут еще один есть Прикольно на самом деле Очень прикольно Здесь тумбочки нету Которую, кстати, кто-то открутил Благополучно Надо же Опять же Кому она нафиг сдалась Эта тумбочка Непонятно Но, слава богу, она у меня есть Тут от Американцев Еще некоторые тут бумажки есть Записаны Всякие заметки Здесь же я еще нашел Журнал водителя Где они в журналах отмечают Сколько они едут Сколько отдыхают У них-то хоров нету Это непопулярная тема Я увидел, что Последняя дата Когда эта машина ездила Это было Одиннадцатый год И пятнадцатый февраля До этого она Там Работала в компании Компания-то, кстати, по сей день Жива Работал сам хозяин Сам водитель Судя по тому, что Какую информацию я сейчас нашел Может быть, раньше она была Чуть больше Но На тот момент Когда я сейчас смотрел Это было вчера В компании Один водитель Один хозяин был То есть Овнер-оператор Сидения потрепанные Ну, я думаю Их можно восстановить Тут, кстати, ручки Еще по старому Обрату сделаны Вот она Регулировка Если у меня Оно по принципу Тречетки Вот Набиралось То здесь вот По-другому сделано Провода Динамика не хватает На самом деле Очень много работы По этой кабине Динамики Блин Вон В стойках Все это я буду делать Но Вот двери Мне реально здесь нравятся Во-первых Форточка Это старые Оскульные Внутри Сделаны обшивки По-другому Они Более плотно сидят И воздух Вообще внутрь Не пропускают Если На следующем поколении Там Две Обшивки Они состыковываются Вместе их стыка При сильном боковом ветре Внутрь попадают Все равно Холодный воздух Когда вот Едешь И в бурю Особенно попадаешь Боковой ветер Это тяжело На самом деле Ты едешь У тебя сквозит Холодным Я не могу сказать Что там Прямо сильный сквозит Но все равно Это вымораживает Елки-палки Нормальная машина Достаточно современная Какой-то сквозняк В кабине Приборная панель Здесь тоже отличается Но основные отличия Я вам сейчас покажу Вот она передняя часть В которой Основные все отличия Именно вот По модельному году То есть здесь Верхняя полка Сделана по-другому Рация здесь крепится Но я это буду Переносить вниз Потому что Мне это все не нравится Это неудобно На самом деле Здесь будет стоять Тахоров Здесь вот Ячейка Здесь разломанная панель Тоже блин Вороры Разломали панель Не знаю зачем Блин Ёлки-палки Поэтому мне Положили в комплект Еще одну панель То есть я буду Собирать эту кабину Буду Доукомплектовывать Да Здесь есть еще По клавишам Различий То есть Те же дворники Те же дворники Они работают Вот такими вот Ползунками Если там у меня Два тумблера Было в одном То здесь вот Чуть-чуть Есть отличия Так как эта машина Была с Детройтом Изначально Это был 9400 И интернационал То здесь еще Есть очень классный пульт Который я буду снимать И буду смотреть Как он подключается То есть я Его буду демонтировать Вот передняя часть Это то что Будет все у меня другое Будет другая печка С ползунками У меня старая Старой школы Будет у меня Другой переключатель Поворотов Обалдеть Какой он классный Он очень мягко Переключается Нету такого Как у меня Блин Но Есть недостаток В этом переключателе Здесь нету Переключателя Ближний и дальний И он Включается Ближний и дальний Вот здесь Ногой Это старая школа Вот так вот Все это сделано На газонах Вот такой вот Включался Переключатель Ближний и дальний И у них вот тоже На многих машинах Это вот встречалось И в этой кабине Это тоже есть Ближний и дальний Будет не на руле А на ногах Переключаться Ножным приводом Так сказать Печка сделана Вообще по другому И вообще по простому То есть Хотите чтобы добавить Тепла Пожалуйста на ноге Просто вот Обычный рычаг Идет Видите Здесь нет электропривода Здесь ломаться Нечему Это вообще Шикарно Просто Блин Ну вот такие мелочи Они конечно Вымораживают Очень сильно Потому что я привык К тому чтобы Все было идеально Но Тут конечно Работы очень много Здесь нету Ни электропривода Просто тросик Идет Включаете Выключаете Очень классно Сделано Приборная панель Блин Ее оттерать придется Конечно Много Много работы Много отличий От такой кабины Которая у меня стояла Но в принципе Тут передела Как таковых Не нужно То есть Все Она по опорам По всему Совпадает И Никаких проблем Не должно возникнуть Ну вот Буду менять Буду ставить Потому что Эта кабина Мне намного больше нравится И вообще Как бы Я поклонник Именно старой техники Собираюсь Восстановить ее Сделать такой Какая она была До этого В Америке Имела внешний вид Все это будет делаться Собираться Сиденья Планирую Со временем Перешить Ну что Здесь вот сиденья Тоже они поворотные Но к сожалению Механизм пока не работает Потому что Нету пневмопривода Чтоб чуть-чуть Приподнять Там Механизмы Один за другой Цепляются Клавиши Правда не хватает Я этого не увидел Он еще Поддержки Поясничьи Еще чего-то Вверх-низ Классная кабина Все Без пробега По России Запах Вот еще Чисто американский Кстати Елочка Чисто американская Которая еще Имеет запах Этот старый Но вот С пробегом По Америке Не новая Конечно Кабина Там кстати Были очень хорошие Комплектации И по состоянию В Гудвилле Но я решил Взять более старую кабину И сделать ее Собрать Потому что По ряду причин Как я О которых я раньше Вам говорил Она мне Нравится Больше Намного Она сделана Качественнее И добротнее Старая машина В них есть Душа Есть Несчерпаемый Ресурс То чего Нету Современных Чем более Современные Машины Тем больше Они теряют К сожалению Потому что Как некоторые Говорят Делают их Маркетологи И с чем Я согласен У меня даже Здесь есть Оригинальная Заводская Но Анитола Смотрите Интернационал То есть Вообще Все шикарные Она со съемной Панели Вы хотите Вот так вот Послушать Вставляйте И она играть Начинает А когда уходите Чтобы ее не украли Вы вот так вот И достаете оттуда Ложите в карман И можете идти Смело кушать И у вас ее Никогда не украдут В общем Вот такое Вот такой будет Проект Вот так вот Все это будет Собираться Клавиши в других Местах Все это У меня клавиши Все это есть Буду делать Ребята Буду собирать Новую машину И имя Пока что Я ей не дал И Если у вас Есть интересные Варианты Имени этой машины Я готов Их выслушать Напишите их Пожалуйста В комментарии Потому что Как хороший кораблик Хорошие автомобили У всех машин Есть имена Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok